Книга открытым оком, тема Святая Библия, 16 том, вопрос 3090. В чем основные трудности перевода Библии на другие языки? Можно ли верить тем нашим современникам, кто уверяет, что синодальный перевод неточный, а вот они, по словлям, точно узнали это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Знания этих доморощенных переводчиков мизерны, и это проверить можно в течение одной минуты. Они не смогут перевести ни одного предложения на самые обычные темы. Переводы библейские. Переводы книг Священного Писания с оригинальных языков еврейского, греческого и арамейского на языки народов мира. Библия была одной из первых в мировой истории книг, которые перевели на иностранный язык, в то время как Священное Писание вне библейских религий, веды, авеста, коран, очень долго оставались непереведенными. Еще в III веке до н.э. был, значит, перевод Ветхого Завета на греческий язык в диаспоре. В Палестине в последние века до н.э. появились арамейские переводы. Смотрите, статью Таргумы. По свидетельству Папия II век, Евангелие от Матфея, написанное на еврейском языке, вскоре было переведено на греческий. На протяжении I по V веках н.э. создавались сирийские, латинские, копские, армянские, готские и другие переводы. Смотрите статью перевода Библии на древние языки. В этот период переводы Библии делались преимуществом для народов Римской империи и соседних с ней стран. Хотя греческий язык, на котором в 100-м году оба Завета существовали уже полностью, стал интернациональным, церковь заботилась о том, чтобы Слово Божие доходило до людей на их родном наречии. По мере распространения христианства увеличилось и число переводов Библии. В настоящее время Библия частично или целиком издана на 1659 языках. В истории церкви не раз возникали тенденции признать тот или иной перевод богодухновенным и единственно допустимым. Эта тенденция появилась особенно в отношении септуагинты и вульгаты. Но постепенно руководство церкви пришло к мысли о необходимости известного плюрализма, хотя и сохранилась категория церковно апробированных, общепринятых как бы канонических переводов. Для русской православной церкви в настоящее время таким является синодальный перевод Библии. Перевод Библии ставили и ставят перед переводчиком ряд сложных, богословских, лингвистически критичных и литературных проблем. Укажем важнейшие из них. Первое. Уже блаженный Иероним подчеркнул, что переводить следует не от слова к слову, а от смысла к смыслу. Рабский буквализм, хотя и продиктованный благоговением к слову Божьему, способен затеминить содержание Библии и ослабить силу священной поэтики. Всякий перевод является одновременно интерпретацией, поэтому он должен учитывать как дух Писания в целом, так и общее учение церкви. Особенно важна ориентация на святоотеческое понимание текста. Перевод не есть лишь труд самого переводчика или переводчиков, а труд церкви, в котором личные взгляды должны корректироваться в соответствии с церковным духом. Говоря о предполагаемом новом русском переводе Библии, профессор Евсеев писал, что православные читатели будут искать в нем не книгу частного представителя нашей церковной или богословской мысли, а тот основной важнейший памятник нашей национальной христианственности, каким является авторизированный перевод русской Библии. Третий пункт. Переводчик неизбежно сталкивается с культурной и языковой дистанцией, которая отделяет оригинал от перевода. Перед ним стоит задача дать не кальку, а творческое перевоплощение слова Божия на новом языке, с учетом его законов и органической структуры. Н.М. Любимов, признанный мастер художественного перевода, писал «Язык писателя-переводчика, как и язык писателя оригинального, складывается из наблюдений над языком родного народа и из наблюдений над родным литературным языком в его историческом развитии». Особенно важно это для поэтических родилов писания, например, псалмов и пророческих речений, где немалую роль играет даже такая деталь, как расположение строк, подчеркивающее параллелизм библейский. 4. Нередко лаконичность выражений у священных авторов с трудом может быть передана на другом языке, особенно современном, что требует тщательных поисков смысловых эквивалентов. 5. Современные переводчики Библии широко используют достижения археологии, истории и других восточной и античной лингвистики и отыскивают с помощью критических изысканий наиболее точный смысл текста. 6. В переводе Библии, шестое это, еще не достигнута унификация в передаче имен и географических названий. Часть переводов ориентируется на масорецкую традицию, сегодня таких большинство, а часть на транскрипцию септуагента и вульгаты. 7. В Писании существует множество ключевых слов и богословских понятий, которым нет точных аналогий в других языках. 8. Кроме того, эти слова и понятия употребляются в Библии с различной смысловой нагрузкой, например, слова такие как «слава», «святость» и «дух». 9. Дискуссионным влияется вопрос о передаче архаических или других востребованных способов выражения. Например, в некоторых западных переводах выражение «сыны эфиоплян» Амоса 9.7 переводится как «эфиопы», а слова «Аврам родил Исаака» Матфея 1.2 переведено как «Аврам был отцом Исаака» и тому подобное. 9. Поскольку установлено, что древние манускрипты Библии восходят к нескольким рукописным традициям, переводчики ее часто оказываются перед проблемой выбора того или иного варианта, особенно когда очевидна недостаточная сохранность текста. 10. При переводе Ветхого Завета одни переводчики брали за основу септуагинту или вульгату, а другие – масоретский текст, а третьи пытались комбинировать еврейский, греческий или еврейский, греческий и латинский тексты. 10. В частности, синодальный перевод является примером соединения еврейских и греческих традиций, хотя, по мнению Евсеева, и не всегда обоснованно. 11. Общепринятым переводом в Русской Православной Церкви признали перевод синодальный. 12. Переводы Библии на церковно-славянский язык, напротив, неоднократно подвигались к редактуре и процесс восстановления их первоначального текста, восходящего к периоду Кирилла и Мефодия. 13. Еще не закончено это. В католическом мире наибольшим авторитетом пользуются вульгаты и некоторые новые переводы. 14. В Русской Православной Церкви для работы над переводом Библии были основаны специальные учреждения. 15. Смотрите статью группы библейской, комиссии библейская и русская. 15. На Запте большой вклад в дело перевода Библии вносит объединение библейских обществ. 15. Сирахова, 39 глава, 24 по 25 стих. 16. Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга. 16. И кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. 17. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах? 17. Притча 15. 2. Язык мудрых сообщает добрые знания, а уста глупых изрыгивает глупость. 1. Калифонам, 14. 6. Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? Стихотворение. 2. Быть мирянином сродни простецам, без званий разных орденов медалей, нет титула погон, всего добился сам, горбом и потом славу добывали. А это слава шрамы от ударов, рубцы и переломы по судьбе разрезы. 3. Теперь назавить молодым и старым, князья с поклоном к благословению лезут. 4. Не быть отягощенным без долгов, не обязанным ломаться, как на сцене. 5. Не просто агонцам жить среди волков, поистине то вечности оценим. 6. Обычно чем пугают на допросах, на чем корежит совесть малодушных, то от чего отречься, так непросто, то без чего я никому не нужен. 7. Имение должности и близкие и родные, их ставят словно в карточной игре, и мы поплыли по желчевшей дыней и пятимся, оправдывая грех. 8. Но если бы решиться и отречься, отвернуть у себя своих привычек и там в наручниках открыть в последней речи, презреть тот ствол, которым в сердце тычет, и засвидетельствовать громко напоказ, они лишаются посланника Иисуса, а он для них и приходил как раз, пришел за стенки к стенке и не струсил. 9. Так и цените же благовещу еще, не я, а вы, приговоренный к смерти. Вас враг всех посекает здесь мечом, а мне силишь тем, кто во Христа поверит. 10. Быть необремененными узами семьи, не озираться на родных и близких, за то, что в вас, на нас, нам отвечать самим, возвысится у конуры над миской. 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин. Субтитры подогнал «Симон»!